Есть новости, которые нуждаются в пояснении. Вот именно такую новость мы, например, нашли. Это новость о том, что у военнослужащих забрали их личные автомобили, якобы по приказу Генерального штаба. Об этом, собственно, в соцсетях пишут сами возмущенные бойцы. Мы уже решили узнать, правда ли это, и созвонили с волонтером Оксаной Черной. Вот внимание ее комментарий. Я не слышала этого приказа, я просто приехала. Меня поставили в известность, что все автомобили гражданские забрали на штрафплощадку. Вот так вот сказали. Транспорт на передовой – это очень важно. Что значит гражданский? Это те автомобили, которые были либо переданы солдатам и командирам подразделения, либо куплены этими солдатами и привезены на фронт. Обычные легковые автомобили чаще всего это либо дешевые нерастаможенные джипы, микроавтобусы, либо это «Волги» и «Жигули», которые солдаты покупают сами на свои деньги и на которых они передвигаются по населенным пунктам. Мы помним… Это правда? Да, это правда. Более того, мы же помним, как год назад на самом деле армейский прогнивший украинский механизм заводили с толкача то, что называется именно волонтеры. И именно они нередко за свои собственные деньги покупали для солдат транспорт для оперативного передвижения в зоне АТО. И вот сейчас выясняется, что командование в зоне АТО забирает этот автотранспорт на так называемые штрафплощадки. Согласитесь, повод достаточный для того, чтобы дозвониться спикеру Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владиславу Селезневу и попросить у него комментариев, что мы и сделали. АТО Я правильно разразумела? Для облику я их забрала? Ну, официальная история, что да. Но на самом деле, чем закончится эта попытка инвентаризации гражданских автомобилей в зоне АТО, вот это хороший вопрос. Будем отслеживать, если у волонтеров будет возникать претензия. Я думаю, что мы найдем людей, которые смогут ответить.